Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 10 июля. День Самсона. Назван через преподобного отца Самсона Стравноприимца. Он родился в Древнем Риме. Родители его были люди богатые, знатные и вели свое происхождение от царской крови. Прекрасно изучив всю мирскую мудрость, Самсон обучился также и врачебному искусству. Его врачебному искусству спошествовала и благодать Божия, подавающая исцеление, которые были не спосланы ему за его добродетельную жизнь и за веру к Богу. Так он лечил людей всю свою жизнь. В этот день было принято лошадей окроплять святой водой. Делалось это перед повторным распахиванием полей, чтобы они выдержали тяжелую работу. Распахивали поля для того, чтобы земля отдохнула и давала хороший урожай. Приметы. Если на Самсона идет дождь, дожди будут постоянно идти аж до самого бабьего лета. Если сегодня облака идут с северной стороны, это к засухе. Если с запада, будет ненастная погода. Сено зеленого цвета на Самсона будет много гречишной крупы. А черное сено будет богатый год на пшенную крупу. Если на листьях конского щавеля появились липкие капельки сока, через два дня пойдет дождь. Вот у меня есть силы для того, чтобы определить наш план действий сейчас. Если мы будем сейчас жарить наши оладушки, то вы тогда действительно давайте дорежьте этот укроп. Почему? Потому что он нужен и в тесто, и он нам пригодится для украшения. Я сейчас поставлю уже, наверное, не наверное, а точно сковородочку, чтобы она закрывалась. Сковородочку. Если человек хочет постояннее, соль желательно, ну как можно меньше. А лучше без соли вытись. Тогда будет то, что надо. И знаешь, что еще? Как вообще без соли? Да. Почему? Поменьше соли. Либо же, смотри, вот у меня как раз лежит морская капуста. Для того, чтобы мы говорим о целебной кулинарии, чтобы она была действительно целебной, и наши оладики были, выделялись из всех прочих, туда надо добавить морской капусты. Давайте попробуем ни разу, не делала, давайте попробуем. Давайте, давайте. Оказывается, смотри, ты хочешь, чтобы они были вкусные. И вкус это обычно соль. Да? Ну, да. А вот здесь содержится макасу, здесь содержится микроэлементы, здесь содержится, кстати, как и в капусте, содержится обилие йода. И такие оладушки будут целебны, особенно для тех, кто страдает какими-то заболеваниями или недомоганиями от щитовидной железы. Йод. Йод натуральный. Вот что еще хорошо. Так, хорошо. Я поняла, я согласна. Я согласна. Я согласна. Давайте сделаем где-нибудь на середочку, там, на 6-5, потому что, чтобы они, конечно, не сгорели, и пусть она пока... Хорошо. Руки черты. Я все буду руководить, потому что для того, чтобы блюдо было целебным, и ты его не испортила, я буду за всем наблюдать, и в случае чего мне шутцы горят. Итак. Я считаю, что его нужно немножечко, ну, пожмахать, чтобы, ну, чуть-чуть подать. Пожмахать, хорошо. А знаешь что, вот так, чтобы не жмахать, не жмахать, можно было бы просто-напросто населить это на мелкой терке. Тогда, наверное, оно там все лучше пошло. А так и есть, да, оладушки у тебя будто вот такие большие. Как они будут лететься? Вообще, рецепт этих оладушков, такой, знаете, нудный. То есть, сначала надо эту капусту на какой-то водяной бане отварить, чтобы она, значит, там стало какой-то вязкой, добавить туда манку, и потом из этого делать куличики. Мне это не нравится. Ага. То есть, я делаю ее по образу кабачковых оладьев, когда прям свеженько-свеженько. Хорошо, хорошо. Это намного лучше действительно кабачковые оладьи, ну, думаю, свежая капусточка хорошенько. Ну, посмотрите, как мы ее помяли. Ну, давай. Хорошо, хорошо. Она стала прям такой вот, ну, очень маленькой. Хорошо, хорошо. Я думаю, все-таки ее лучше ее натереть на, все-таки на мелкой оттенке. Давай ты вот такой оладьичек готовишь, а я, да, сделаю немножечко другой. Давайте. И мы посмотрим, как они будут у нас сочетаться. Ладно. Потому что у тебя все-таки они большеваты, мне кажется. Так, выдавляем. Удивительно. Хорошо. И начинай натирать. Давайте иногда вы еще будете делать со своей этой капустой морской. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Единственный вид капусты, который я не люблю, мне все нравится. И брокколи, и кальрады, и цветная. Кстати, кальрады и брокколи очень полезная капуста. Почему? Да потому что в ней гораздо больше раности биологически активных веществ, чем в обычной. Но тем уменьше. И обычная капуста очень и очень полезна. Итак, я натираю буквально-таки. На один оладь. Я один делаю. Класс. Давайте его нам там. Хорошо. Вот она, второго у нас есть. Так. Опа. Больше мне не надо. И, кстати, смотри, я потер. И у меня настолько она сразу пустила суп, что уже ее не надо дополнительно мять. А мука вам нужна будет? Чуть-чуть. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Раз. Я сейчас буду муку просиливать. Мне очень нравится этот суп. Хорошо. Ага. Девятые лунные сутки. Как правило, после энергетически благоприятных суток следуют сутки с неблагоприятной энергетикой. Это хорошо иллюстрирует прямой. Волна вперед, а потом откат назад. Все это естественно и понятно. Что касается сегодняшней энергетики, то она вызывает в сознании обольщение и заблуждение. Могут сниться кошмарные сны. Чтобы успешно противостоять этому, почитайте «Жития святых» или какие-то другие возвышающие книги. Там очень много информации по преодолению обольщений и заблуждений. Не рекомендуется сегодня рассматривать себя в зеркало, а тем более его разбивать. Питание постарайтесь обойтись без излишеств. Это касается животной пищи и спиртного. Полезно позаниматься силовыми упражнениями, чтобы вытеснить дурные мысли. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok